Слава Господу, братья и сестры! Все, что происходит в доме молитвы, пусть оно будет к назиданию для Церкви Божьей, для Божьего народа, к созиданию, да благословит всех нас Господь. И я не буду зачитывать, чтобы сэкономить время, историю, которая сегодня уже немножко упоминалась, история из древности, из Ветхого Завета, записана она в Священном Писании, в Третьей Книге Царств. Человек, пророк Божий Илья, народ израильский, царь Ахав, гора Кормил, все, что там происходило, я думаю, вы хорошо знаете, читающие Библию, что там было. И было вот что, своими словами я что-то перескажу, может быть, чтобы освежить в памяти, что же было. По слову пророка Божия, по его молитве, он сказал, не будет на земле дождя. Сколько? Три года и шесть месяцев. Что происходило или что было с тем народом? Как вы думаете, братья и сестры, ждал ли народ, ждали ли люди, ждала ли земля дождя? Три года и шесть месяцев. Ну, чтобы нам легче их понимать, мы живем в Беларуси, в 21 веке, не знаю, как у вас, сегодня тоже уже брат немножко об этом говорил, какое-то время дождя у нас не было. Ну, вот представьте ситуацию, если бы у нас с вами в Беларуси, у вас здесь, у нас там не было дождя, ну, две-три недели и плюс 30. А если бы месяц? А мы посадили картошку, бурячки посеяли, морковочку, а у нас трава, а может быть, у нас есть скот домашний. И вот дождя нет. Месяц в Беларуси. Это не Израиль, это не Палестина. Там другие температуры, там другие условия. А два месяца, а полгода. Ни капли дождя. И мы еще с вами живем в такой местности, ну, много рек, озер, грунтовые воды близко. Ну, знаете, мы же люди такие, мы бы где-то что-то приспосабливались как-то. А как приспособиться там? Электричества нет, вода далеко, три года и шесть месяцев нету дождя. Нету поступления влаги. Ждали ли люди дождя? Ждали. Скажите, а почему его не было? Были определенные условия, народ был в отступлении. И впоследствии мы читаем, Священное Писание нам описывает, палился дождь? Палился. Но для того, чтобы этот дождь палился, для того, чтобы эта живительная влага с небес пролилась на землю, пролилась на иссохшую почву, были определенные условия. Что-то нужно было сделать. Братья и сестры, мы не очень давно праздновали, вспоминали такое событие, День Пятидесятницы, праздник Троицы, Сосшествие Духа Святого. Скажите, а мы с вами нуждаемся в дожде, в Божьем дожде? Нуждаемся. А зачем он нам нужен? Хорошо. Есть такой христианский псалом. Из размягшей земли легче вырвать бурьян. Из размягшего сердца, я своими словами передаю, легче вырвать плохое. Может быть, зачем нам нужен Дух Святой? Зачем нам нужен этот дождь? Может быть, кто-то считает, а мне и так хорошо, а меня и так устраивает, а я в порядке. Что происходит с почвой, когда долго нету дождя? Что происходит с сердцем человека, на которое длительное время не изливается живительный Божий дождь? Дух Святой не действует. Что происходит? Оно становится черствое. Оно становится жесткое. Оно становится неприступное. Что с моим сердцем? Что с вашим сердцем, друзья, братья и сестры? Как часто, как давно Дух Святой изливался? Как давно Дух Святой действовал в моем и вашем сердце? Может быть, иногда такое есть. Говорят, я к этому брату или к этой сестре, я не могу подойти. Я не могу слова сказать. Почему? Ну, потому что услышишь свой адрес. Услышишь, больше не подойдешь. А почему? Может быть, я в семье, как отец или как муж, или в церкви, я, знаете, такой очень жесткий человек, черствый человек, которого не трогают чужие проблемы, которого не касаются чужие слезы, чужая боль, только мое, моя семья, моя жизнь, мои дети, мое. Потому что нам всем, братья и сестры, нужен дождь, живительный, дождь Духа Святого. Но когда он изливается, при каких условиях там пошел дождь? Пророк Илья собирает весь народ и говорит Ахаву, собери народ, на горе кормил, собери пророков, твоих пророков собери. Он начинает задавать им вопросы, говорит, а они молчат. Он обращается к народу, написано, народ молчал. И что было дальше? Была предоставлена возможность, вы приносите свою жертву, а я принесу свою жертву. Вы молитесь своему Богу, а я буду молиться своему Богу. И тот, который даст ответ в виде огня, тот есть Бог. Они делают свое дело, я не буду на этом останавливаться. Что делает пророк Илья? Тогда Илья сказал всему народу, подойдите ко мне. Это записано в Третьей книге Царства, 17 глава, выборочно какие-то стихи, я напомню. Подошел весь народ к нему. Он восстановил разрушенный жертвенник Господень. Из чего? Взял Илья 12 камней. Братья и сестры, друзья, дорогие, чтобы излился Божий дождь, живительный дождь, Духа Святого. Может быть, нужно кому-то, мне или вам восстановить разрушенный жертвенник Господень. Что такое жертвенник? Жертвенник – это место, где приносятся жертвы. Жертвенник – это место поклонения. И я сегодня говорю не о доме молитвы, я сегодня говорю о том, что в моем и вашем сердце, что в моей и вашей семье, как там дело обстоит, есть ли молитвенный жертвенник, семейный жертвенник. Совершаются ли молитвы в семье, дома? Как дело обстоит с моим личным молитвенным жертвенником? Молюсь ли я? Молитесь ли вы? Что видят мои дети? Что видят мои ближние? Я сегодня могу красиво проповедовать, петь, молиться, может быть, с кафедры, но о личной жизни, о в семье, о дома, может быть, нужно восстановить жертвенник. Может быть, нужно… Легко ли это делать? Двенадцать камней, каких? Это не были вот такие маленькие камушки, булыжники, как мы говорим, да? Из них жертвенник не построишь. Это может быть очень и очень тяжело, но это обязательно нужно сделать, чтобы излился Божий дождь, дождь Духа Святого. Чтобы размякло сердце, чтобы оно стало чувствительным, нужно восстановить, нужно исправить. Может быть, нужно покаяться. Может быть, нужно у кого-то попросить прощения. Следующее, что они делают, что делает Илья? Он говорит, просит, это совершают, это исполняют. Нужно на жертвенник положить жертву. И вы знаете, есть люди, которые думают, что небо, оно принимает все. Что Богу все равно, какие жертвы ему приносят. О нет, дорогие друзья, там написано, он построил из этих камней жертвенник, сделал вокруг жертвенника ров, положил дрова и рассек тельца. Это 33 стих. И возложил его на дрова. Он знал, какое животное нужно положить на этот жертвенник. Он не положил косулю, он не положил зайца, он не положил что-то еще. Сегодня, друзья, братья и сестры, как важно мне и вам знать, всем нам нужно знать, какие жертвы Богу угодны, приятны. Священное Писание нам говорит, жертва Богу, дух какой? Сокрушенный. И сердца смиренного ты не презришь, Боже. Боже, какой сегодня у меня дух? Сокрушенный? Или я знаю себе цену? Как со мной так обошлись? Как со мной могли так поступить? Да я, да я, как часто я произношу эти слова? Я в семье знаю свое место, свою цену. Я в церкви, я в обществе. Какой сегодня дух? Может быть, это мешает? Духу Божьему производить свою работу. Может быть, это становится препятствием? И Божий дождь не изливается. Может быть, это мешает действию Божьей благодати. Какая жертва на этом жертвеннике? Что происходит дальше? Что происходит дальше? Не менее интересная вещь. И 34 стих. И сказал, наполните четыре ведра воды и выливайте. Куда выливайте? Выливайте на жертву. А потом, говорит, второй раз сделайте. А потом и третий раз. В то время, три года с половиной, нету дождя. Скажите, сколько стоила вода? В то время и в том месте. Имела ли она цену? Имела ли она ценность? Большую цену. Я так думаю. Высокую цену. Воды нет. Дождя нет. И вот он говорит, принесите. Да сколько? И что с ней сделаете? Выливайте. Куда? Столько людей может напиться. Можно скот напоить. Можно что-то. Выливайте. Выливайте на жертву. Выливайте на жертвенник. Иногда. Ну, как это? Это же... Разве это действие Божье? Разве Бог может так действовать? Братья и сестры, друзья, чтобы Бог мог действовать в моей и вашей жизни, иногда Он не просто просит, иногда Он требует. Ты должен избавиться от того, что тебе очень и очень ценно. От того, что тебе очень и очень дорого. Человек говорит, если прийти к вам, к верующим, и покаяться, мне же надо. Мне надо работу оставить, потому что у меня, ну, знаете, ну, вы сами понимаете, да, работа у меня вот такая, не могу быть и верующим, и на этой работе работать. А другой говорит, так я же не могу оставить все. У меня же вот семья, родственники. Как я в верующие пойду? Братья и сестры, друзья, может быть, вы уже давно в церкви, может быть, мы уже ходим в собрания, и нужно что-то оставить, очень ценное, очень дорогое. Оно мешает. Оно мешает. Эта вода, которую принесли тогда, ее просто вылили. Но после этого, я не буду останавливаться на чем-то еще, говорить дальше, после этого Бог дал свой ответ. В виде чего? Сначала это был огонь. Сначала это был Божий огонь. Может быть, может быть, нужно, чтобы в моей и вашей жизни что-то Божий огонь уничтожил, сжег. Пусть эти слова, они не прозвучат, знаете, слишком строго. Но после этого, после этого пошел большой дождь, и Божье благословение получила земля, люди, скот и так далее. Дорогие друзья, братья и сестры, Церковь Божия, мы будем внимательны к тому, что Бог делает в моей и вашей жизни. Мы будем внимательны к тому, как Бог нас ведет по этой жизни. Может быть, надо восстановить жертвенника. Может быть, молитвы уже не совершаются. Может быть, отношения нужно наладить. Может быть, прощения нужно просить. Может быть, нужно совершать покаяние. Какие жертвы приносятся на жертвенники? Может быть, что-то есть очень ценное и дорогое. Ради чего я не могу отказаться? От чего я не могу отказаться? Ради Господа. Дай Бог силы от этого отказаться. Оставить это во имя Господа, чтобы получить полное Божье благословение. Мы будем молиться и благодарить Бога за это служение. Мы преклоним колени. Мы склонимся и обратимся к Богу.